Третье. Я не способен понять, скажем, почему это распространенное в России и на Западе представление о вроде бы «загадочном» во всем доходящем до пределов возможного и невозможного и в сущности «недобром» русском национальном характере, опять же необходимо «тихо» проанализировать, а не признавать теми субъективными суждениями, которые несут в себе долю объективного, помогая составить наиболее полное стереоскопическое содержание наполнения, самое близкое к истине представление о русском национальном характере. В заметках о русском Лихачева бесполезно искать наблюдений над тем, что русский язык – это язык русификации. Автор. Я собрал у себя различные заметки, делавшие со мной по разному поводу, но все на одну тему – о русском. Конец цитаты. И так, по разному поводу делались эти заметки, которые в общем и составили труд. Вот только почему-то не было такого повода, чтобы заговорить о русском языке, как орудии русификации. Может, автор не заметил за ним таких функций, таких свойств? Хорошо, пусть бы и сам не заметил. Иногда подводит и научная наблюдательность высокой квалификации. Но можно было заметить то, что другие заметили, и вступить с ними в научный спор. А провергнуть или поддержать может повести тихую в кавычках полемику, мол, это чье-то очень субъективное осуждение и настолько субъективное, что ничего не добавляет к объективному пониманию, не дополняет, не углубляет. Правда, академик Лихачев предупреждает, и ни одно из этих личных восприятий национального не может быть исчерпывающим, бесспорным, даже просто претендовать на то, чтобы быть восприятием главного. Пусть и мое восприятие всего русского не исчерпывает всего главного в национальном русском характере. «И говорю в этих заметках о том, что кажется для меня лично самым драгоценным». Следовательно, остается в данной ситуации предположить, что русификация посредством русского языка не кажется для академика лично самым драгоценным. «Интересно, не правда ли? Нам, вроде бы со стороны, можно предположить, что эти функции, эти качества действительно могут казаться для него не самым драгоценным, но это не может не вызвать нашего огромного удивления». Тем более, академик искренне признается, «Мое восприятие всего русского не исчерпывает всего главного в национальном русском характере». Конец цитаты. Это незадумывание над русским языком, как над орудием постоянной русификации на протяжении всей истории Российской империи, подтверждает, что в этом признании академик Лихачев безгранично искренен. Но это не значит, что нам не дано задуматься над природой этой искренности, что мы не можем постараться понять, почему русификация любыми средствами, в том числе средствами русского языка, для академика, анализирующего «все главное в кавычках в национальном характере», почему-то осталась вне рамок всего главного. Пожалуй, только потому хочется предположить, что ему лично это не кажется «самым драгоценным» в кавычках. Конечно, не только в связи с тем, что русский язык – это орудие русификации, то есть форма порабощения и нивелирования других народов, его не замечает Дмитрий Лихачев в своем панигирике «родному языку». Приведу такую цитату из записок о русском. Национализм – это проявление слабости нации, а не ее силы. Заражаются национализмом по большей части слабые народы, пытающиеся сохранить себя с помощью националистических чувств и идеологии. Но великий народ, народ со своей большой культурой, со своими национальными традициями, обязан быть добрым, особенно если с ним соединена судьба малого народа. «Великий народ должен помогать малому сохранить себя, свой язык, свою культуру». Конец цитаты. Неправда ли интересно звучит, когда мы говорим о постоянной и неотвратимой русификации, последняя фраза из цитаты? «Русский народ в условиях царской, советской или теперь вот специфически независимой и вроде бы демократической России неизменно был народом-русификатором и по природе своего менталитета и должен быть народом-русификатором. Но академик Лихачев наделен каким-то квазипониманием русификации, как благо дарованного народом великим народом-малым». Цитата. «Великий народ должен помочь малому сохранить себя, свой язык, свою культуру». Конец цитаты. «Казалось бы, что тут отрицать, с чем спорить? Великий народ! А кто его назвал великим? Может, эти «малые» в кавычках? Или он сам себя назвал? И почему это так всегда получалось, что там, где появлялся русский народ, другие непременно становились малыми, а в лучшем случае – младшими братьями? Но статус младшего брата никак не спасал положение. То есть и младший брат непременно подлежал русификации. А как «великий» в кавычках «народ» помогает малому в кавычках? Мне нравится это фельдфебельского ума, табель о рангах. «Великий народ», «малый народ», «старший брат», «младший брат» – это очень ярко видно сегодня в Чечне – вот уж помогает сохранить себя. Выходит, истребление – это и есть форма помощи. Только так оборачивается реальная помощь. Интересно, если чеченцы сохранили свой язык, то какой это помощи стоило России? Или чеченцы сохранили свой язык вопреки реальной, то есть русификаторской политике России? Академик Лихачев поучает, «Не обязательно сильный народ многочислен, а слабый малочислен. Дело не в числе людей, принадлежащих к данному народу, а в уверенности и стойкости его национальных традиций». Конец цитаты. Почему бы и не согласиться? В случае с чеченцами действительно дело в уверенности и стойкости национальных традиций. Так почему же Россия с такой агрессивностью и яростью хочет уничтожить не просто эти национальные традиции, но и сам народ неоднократно пытается уничтожить, когда, по утверждению академика Лихачева, должна бы помочь ему сохранить себя? Как ни прибегай к словесной эквилибристике, реальная действительность — это не эквилибристика. Она все так же упрямо свидетельствует, что этакая помощь в лучшем случае — унижение, с перспективой уничтожения. И это в то время, когда, по утверждению академика, великий народ со своей культурой, со своими национальными традициями обязан быть добрым. Особенно, когда от него зависит судьба малого народа. Ну да, добрый, добрейшего не придумаешь. И очень четко и всегда прослеживается, в чем его это обязательство, и по отношению к другим, и в формах собственного самоутверждения. Да чего же хорошо видно, как судьба малого народа, в данном случае Теченского, сегодня зависит от России. Да разве это судьба? Такая судьба хуже любой не судьбы. Трогает до слез эта милосердно-гуманная, великодушная академикова. Великий народ должен помочь малому сохранить себя, свой язык, свою культуру. В данном чеченском варианте, по слову геополитика Шатохина, помогать сохранить себя от кого? Да от кого же, как не от самой России? От кого помочь защищать чеченский язык? Да от кого же, как не от России, и от русского языка? От чего и от кого защищать свою культуру? Да от кого же и от чего, как не от России и от русской культуры? Ибо и русская культура, к сожалению, способна выполнять агрессивные функции, как и русский язык, как и их создатель и носитель — русский народ. И в связи с этим неизменным «чеченским вариантом», в кавычках, которым геополитик Шатохин с опломбом одного из гоголевских героев, который был уверен, что «Испания у меня под мышкой», угрожает Украине, я никак не перестаю восхищаться уже неоднократно цитируемым Александром Твардовским о скорой медицинской помощи из поэмы «Теркин на том свете» «Сама режет, сама давит, сама помощь подает». И еще, вроде взвешенное, вроде обязывающее, поданное курсивом «должен». Как известно, в силу «божьего предопределения» в кавычках, в силу «божьего промысла» в кавычках, народ должен в кавычках завоевать чужой народ на его исконной земле, а затем, по мнению академика Лихачева, этот великий народ на чужой земле уже «должен» этому народу помогать сохранять себя, свой язык, свою культуру. «Господи праведный, да кто сказал, кроме академика Лихачева, что русский народ должен?» «Ничего он не должен чеченскому народу, кроме самого главного. Кремлевский вооруженный монстр так и в самом деле должен, и тут уж курсив особенного искреннего наполнения, уйти прочь из Чечни, дав возможность чеченскому народу самому защищать и творить и самих себя, и свой язык, и свою культуру, что он и демонстрирует вот уже полгода, оказывая всечеченское сопротивление московской безгранично-циничной агрессии. Но, к сожалению, и в этом «чеченском варианте» в кавычках, как заявил академик Лихачев, нельзя уйти от самих себя. Да и не видно, чтобы хотелось уйти от самих себя. Осознание необходимости уйти из Чечни — это придать национальный характер. Здесь, повторю уже сказанное ранее, в прологе труда «Заметки о русском» академик объясняет причину появления этой своей «негромкой» полемики с чрезвычайно распространенным и у нас и на Западе представлением о русском национальном характере, как о характере крайности и бескомпромиссности. «Загадочном и во всем доходящем до пределов возможного и невозможного и по сути недобром». Конец цитаты. Когда взглянуть на эту «негромкую» полемику академика на фоне чеченских событий сегодня, на фоне реалий, которые творит в силу своей первородности русский национальный характер, великий народ, который должен и так далее, то хочется спросить у академика-патриота, великодержавника, «События в Чечне подтверждают или опровергают тезисы его оппонентов?» И также «События в Чечне подтверждают или опровергают его собственные тезисы?» Для меня ответ может быть однозначен. Академик затеял полемику, будучи уверен в своей правоте, хотя в этой полемике правота никогда не может быть на его стороне. О природе этой уверенности, то есть самоуверенности, есть что сказать, но и без слов, понятно». Вот слова академика Лихачева из пролога к заметкам о русском. «Вы скажете, но и в полемике следует доказывать. Ну а разве распространившееся ныне на Западе, да и частично у нас, представление о русском национальном характере, о национальных особенностях русской культуры, и в частности литературы, доказано кем-либо?» Конец цитаты. Остановиться на всех доказательствах, аргументах, на сюжетах рассуждений питерского эрудированного племиста нет возможности, да и нет нужды, но на некоторых можно, нужно и необходимо. Дмитрий Лихачев восторженно признается, что для русских природа всегда была свободой, волей, привилегией, и советует прислушаться к свободе, погулять на свободе, выйти на волю, и воля — это отсутствие забот о завтрашнем дне, это безмятежность, блаженная погруженность во все нынешнее, в то, что есть. Мол, широкое пространство всегда владело сердцами русских, это пространство выливалось в понятия и представления, которых нет в других языках. Чем, например, отличается воля от свободы? Лихачев отвечает, тем, что воля свободна. Это свобода, объединенная с пространством и ничем не прегражденным пространством. Цитата. «Притеснять человека — это прежде всего лишать его пространства, теснить. Воля — это большие пространства, по которым можно идти и идти, брести, плыть по течению больших рек и на большие расстояния, дышать вольным воздухом, воздухом открытых мест, широко вдыхать грудью ветер, чувствовать над головой ветер, иметь возможность двигаться в разные стороны, как вздумается». Конец цитаты. 21-26 июня 1995 года «Она-на-на-на-на-на-на-на»